ДИВНА ЛЮБОЕВИЧ Прежде всего я благодарю вас за то, что вы пришли к нам в гости, приняли наше приглашение. Совсем скоро мы встретим введение во храм Пресвятой Богородицы, а вы учились церковному пению при монастыре, освященном в честь этого события. Помните, как проходили эти праздники? Может быть, помните эти службы, это пение? Я буду говорить на сербском, потому что, думаю, не буду все сказать как надо на русском. Дина, можно вас попросить по возможности говорить на русском языке? Не знаю, если будет до конца, можно говорить так, но попробуем. Не знаю. Я с семьей своей и шла в монастырь в ведение Пресвятой Богородицы от юности своей, от девятого лета года, думаю. И там просто услышала, как монахи не поют. Но самый лучший голос там была игумения этого монастыря. И ее пение просто мне много-много понравилось. И моей души в этом возрасте, она просто открыла новое место. Это большое впечатление детское. Да, да, да. И мне тогда нравилась эта музыка, потому что это была музыка. Не просто только пение какое-то, но и голос был очень-очень-очень красивый. И это было это. Вередение в моем сердце. Но вы выросли в православной семье? Да, да. Как вот воспитывали вас ваши родители? Строго или наоборот очень любили, баловали? Не знаю, может быть строго, но в любови. В любови? Да. Если вы любите кого-то, это не значит, что... Только мягко, да? Да, это все нужно отдать. Нет, да. В сербской семье как воспитываете детей? Сейчас? Да. Плохо. Почему? Потому что сегодня надо ребенку все дать. Я не знаю, почему. Все, что он захочет, да? Все. И что оно не захочет, потому что ребенок не знает, что надо. Но родители его, потому что они не получили все, что хотели. И потому что в магазинах пишут просто, чтобы лучше было, а у них нет денег. Но они соберут все и дают ребенку, чтобы он что-то имел. Лишь бы это было у ребенка, а полезно это или нет, это уже... Да. Я думаю, что в мире просто так сейчас. Не только в сербе. Я думаю, что родители так делают. Это очень плохо. Возвращаясь к пению, у вас была традиция семейного пения? Нет, традиции. Нет, не было. Просто я пела, сестра пела, папа, но никогда это не была традиция семейного пения. А за столом? Нет, я пела. Вы пели? Да. Ваш голос, это от мамы или от папы, или, может быть, ваша мама или папа хорошо пели? Я думаю, что каждый голос один голос. Не папа, не мамин, просто ваш, мой, от Бога. Если талант, это от Бога. Вам ваши родители пели колыбельные, какие-то народные песни? Конечно, да. Вы помните, какие-то остались любимые для вас? Нет, нет любимых колыбельных песен. Колыбельных, нет. Не было, да? А вот пение, музыка, вы никогда в жизни с этим не расставались? Или были периоды, когда вы хотели все... Нет, никогда в жизни. Никогда не было? То есть, вот как вы в 9 лет, в 10 услышали... И раньше, и раньше я пела просто, но в этом, в 9, когда у меня было 9 лет, просто я тогда услышала красивое церковное пение. Это был примером? Да, это было очень красивое пение. Я услышала и раньше церковное пение, но это просто так было. А вам хотелось заниматься чем-то другим, может быть? Или только пение, только музыка? Я хотела быть врачом для... Как вы себе скажете, животных? Животных. Да, ветеринар. Ветеринар, да. И хотела быть... Я не знаю, если здесь скажете, археолог. Археолог. Археолог, да. Но связались... Когда я была маленькой. Тогда в связи с этим можно задать вам вопрос. Вот... Нас выбирает или мы выбираем свое предназначение? Особенно, когда речь идет о том, что мы говорим о служении Богу, о своих талантах, и когда мы делимся этими талантами с людьми. Это свыше нам дано или мы сами идем этим путем? Наверное, свыше нам дана, но мы ходим этим путем. Путочом. Путочом. Но я думаю, что сам и просто таковое настроение, таковое состояние универзума. Единственное, Бог вам да, а вы идете, а вы и не знаете, да вам Бог да, ако не сте верующий человек. С адмором на срабском. Если не могу сказать, что думаю на русском языке, это не будет просто интервью со мной. Будет интервью с Димой, которая не говорит хорошо русский и не может сказать все. Ну, Дима, тогда, может быть, если не получается на русском, иногда можно, наверное, и на вашем родном сербском отвечать. Музыка, вот это наиболее универсальный язык, кстати, да? Не обязательно знать язык, когда ты слышишь музыку, ты ее чувствуешь. Это всегда передается информация, настроение, чувства. Вот, когда люди приходят на ваш концерт, что вы передаете им своим голосом, своей музыкой, своим пением? То бы было наиболее питать публику, который приходит на концерты. Я не могу сказать, что им даю. Я могу сказать, что с каким расположением я излазил, что дам то, что им, что им, что дам свой подарок. А что им, в принципе, даю, они должны сказать. То есть, вы просто делите тем, что у вас есть? Да. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Духовная музыка сама по себе существует уже давно. Да. Но есть периоды, когда становится внимание людей сильнее и, наоборот, вообще ее не замечают. По-вашему, вот сейчас какое время, какой период? И ее слушают, люди проявляют интерес или, наоборот, происходят? Субтитры создавал DimaTorzok 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 И от того, кто изводит духовную музыку, зависит ли она будет приобретена и любая. Сейчас, как вы считаете, интерес у людей проявляется в это время? В нашем музыке? Могу о себе да притчам и о нашем певанью. Когда годы имамо концерт мелодии, когда имеют концерт, то это очень посвященный концерт. Очень посвященный концерт. Увык, например, распроданы салы и так далее. Значит, есть интерес определенных людей. А вот произведение каких композиторов для вас больше всего интересное или по душе? Что тебе любима? Любима? Па, волим Чеснокова. От четвероогласных ствари, от композитора. Айде, Чеснокова волим. И немам у ствари... Немам сад неко гомилянного композитора наћелно. Айде, али Чесноков има највише ствари које ми се допадеју. Али, једностовно, оно што чувам и што ми се допаде, било кода је написао. Ето, што ми се свиђа. Хор мелоди. Мелоди, простите, дивна. А ваше дитя? Ваше ребенок? Да, истог узраста, да. А расскажите о нем чуть подруге. Па, врло дуго радимо, од 91. године и практично пола садашних састава је свих 25 година у мелодијма. По неки су 20. Знамо се стварно, онако, у душу, да кажем. Али, опет, опет и нисмо све открили једни другима. И то даје могућност да се и у певанју усевршавамо. Да, то су све занимљиви људи који се баве разним професијама. Редко кој је ту професионални музичар. Наравно, от 25 година и више колко људи певаю, више није ни важно да ли су професионални музичари, нега какав глас имају, какав слух имају, каку душу имају. За овоћиме се ми бавимо. А то је супер. Духовна музика, русская и сербская, в чомто они похоже? Похоже. Лићи језиком пресвега кој се користи. Црквено-словенским језиком се користи и руски композитори кад пишу духовну музику и српски, в главном, када пишу духовну музику. И тај језик, црквено-словенски, у ствари... Самое ваше любимое, если так можна выразиться, произведение, которое вы любите, есть? Не знаю. Их много. Их много, да. Их много? Да. Лићи језик, цар. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» В студии телеканала «Союз» мы принимали сербскую исполнительницу православной духовной музыки Гивну Любович. Спасибо за то, что вы разделили нашу радость. Оставайтесь с нами.